алексей скажи пожалуйста что ты делал сегодня в зале утром рано утром и для чего ты это делаешь тренировка это лагерь муэй тай и грубо говоря занимался тайским боксом вот для чего на самом деле есть как сказать длинные посвящения в истории вопроса и короткая тебе какое оно я не знаю даже длинная длинная хорошо до вообще на самом деле я в жизни никогда не дрался вот в школе был немножко битвенно вот ну как это бывает но именно вот таких бойцовских качеств особо никогда не проявлял и в какой-то момент но уже когда улегся сам свободным стилем жизни и путешествиями так далее одним из инициаторов это была как у многих из нас книжка тима ферриса 4 часовой рабочей недели вот также у нее есть другая книжка которая называется форболе тело за четыре часа да знаю вот не так есть можно видеть вот и собственно вот я не помню то ли в ней то ли в 4 часовой рабочей неделе он рассказывает про то как он занимался тайским боксом и как он выиграл соревнования и в какой-то момент накануне очередного моего отъезда я читал книжку и я подумал вот чем можно заняться и вот собственно сколько мне тогда было 35 наверное лет первый раз пришел на боевые искусства вот у меня не было цели там стать самым крутым бойцом да или победителем драки я делаю чисто для себя для подготовки и это действительно дало то что я хотел потому что когда я занимался первый раз это было сколько полтора назад я сам начали когда я приехал я не то есть перед каждой тренировки там пробежки разминка вот я не мог пробежать 300 метров без отдышки 300 метров 300 метров ну вот я замерял ровно от места где я жил до зала был 300 метров это расстояние мог пробежать через два месяца я бегал 5 километров сегодня была на вашей тренировке такая тренировка на выносливость достаточно вы тренируете я как бы да то есть тренера спуску не дают то есть устал еще 100 отжима отжимания устал еще десять киков вот и так дальше 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 и два раза в день шесть дней недели по 2 часа так а ты тренируешься сколько два раза в день 6 раз в неделю если честно не всегда два раза в день до в этот раз здесь когда я первый раз был два месяца там я стабильно два раза в день средняя неделя сейчас меня просто большое количество своих проектов и времени не всегда хватает на них поэтому я утренний тренировка точно как бы после обеденная ну когда есть время а сколько раз в неделю 66 но то есть стабильно алексей я знаю что ты придерживаешься здорового образа жизни расскажи пожалуйста что такое здорового образа жизни для тебя я не я не фанат фанат здорового образа жизни то есть я как бы ем то что мне нравится я могу там шахи пиво попить но принципе я стараюсь держать то есть я стараюсь держать тело в тонусе как поддерживать свое здоровье наверно ну да по сути да то есть я не не интересно ну вот процессе путешествия мне не интересно приехать туда и пойти полежать на пляже с пивом там или с коктейль это как бы немножко скучно вот поэтому я стараюсь во время путешествия все время находить какую-нибудь активность присущего данной стране данной местности то есть вот в таиланде это тайский бокс на бали это серфинг на шри-ланке был кайтсерфинг ну и вот в таком духе ты сейчас объект объехал уже очень много стран поделись пожалуйста сколько стран ты объехал и вот хотел бы рассказал об этом стиле жизни стиль жизни в путешествиях ты постоянно путешествуешь вот описать стиль жизни почему у тебя он привлекает что в нем такого ну по порядку количество стран на данный момент что-то около 50 честно говоря я точно не помню может быть когда последний рассчитал было что-то 47-48 мне тебя еще догонять и догонять на самом деле мне себя еще догонять и догонять потому что когда ну вот есть программки которые считают да там ты отмечаешь где побывал и когда я взял одну такую программку и забил те страны где я был мне сказать вы посетили 20 процентов мира и как-то немного всего это всего-то 20 процентов поэтому в общем есть куда стремиться я планирую ближайшие пару лет довести это два-три года до 50 процентов сейчас скажу когда смотрел независимых стран было 195 ну как бы от всего территории 250 то есть там есть непризнанные территории есть зависит вот но а стран 195 про стиль жизни по сути меня просто ничто не держит на одном месте я могу как бы приехать в какое-то место если мне понравится я там остался на несколько месяцев или как бы могу быть в активном путешествие то есть когда там вот например меня за прошлой осенью я сел на машину в москве и доехал до африки до марокко вот и обратно через свою европу у меня получилось за два месяца 18 что ли стран и почти 20 тысяч километров очень крутое путешествие наверное было да ну по сути я ехал один но периодически подбирал по дороге автостопчиков и это был весь ты такой свободный человек и сейчас грязи к не ты можешь находиться там где захочешь но если будут дети если будет семья и же можно будет собой взять это жаркой конечно я видел очень много примеров когда семьи там с одним из двумя с тремя детьми суши спокойно передвигаются по миру и это не не привязывает их ни к чему абсолютно у меня есть знакомые они вот на момент рождения младшей дочки у них три дочки вот на момент рождения младшей они поселились в сингапуре и вот когда я с ними общался когда я сам жил в сингапуре младшей было 4 года она говорила на английском на малайском на китайском и на русском 4 года обалдеть да здорово вот сингапур тоже одна из любимых стран планируемых для посещения и может быть жизни я думаю там пожить несколько лет ну это действительно такая очень комфортная воскотехнологичная и безопасная страна для того чтобы там жить ну как бы я для себя никогда не говорил этого на камеру я для себя решил что вот когда у меня появится ребенок да первые несколько лет жизни это будет сингапуре а потом уже можно будет путешествовать вот и помимо этого сингапур еще удобен тем что это крупнейший авиахаб в юго-восточной азии и билет в любую страну в этом регионе стоит там 10 до 30 50 долларов вот а за там 100 150 долларов можно улететь почти в любую точку мира это вам не россия где такие цены в россии ну что тогда до встречи в сингапуре дальше расскажи пожалуйста о своем вот самым запоминающимся путешествие какая-то была страна что вы там делали или только в москву до африке самое запоминающиеся с хорошей лист плохой точки зрения но вот наверное самое запоминающиеся вот непонятно хорошие или плохое яркое впечатление которое вызвало самые большие эмоции да ну вот из последних впечатлений наверно это все таки восточный тимур вот но не столько столько с точки зрения там природы или каких то других вещей а с точки зрения того что эта страна с очень сложной историей они два раза отбивали свою независимость причем очень тяжело то есть них в течение десяти лет наверно погибла в обоих войнах за независимость то есть они сначала отбивали себя от ну как колоний португальская по-моему была колония и они сначала как бы отвоевывали независимость от португалии вот а потом когда отвоевали индонезия который с ними граничит решил что они хотят их свой состав и немножко захватили и они потом восточный тимур отбивался и вот за все это время у них погибло порядка третье население вот и когда я там был на тот момент они но это была независимая страна лет 10 вот и люди как бы у них еще остались в память об этом и это было немножко такое тяжелое гниточное впечатление причем сама страна хоть небольшая но достаточно красивая там есть и высокий город нам есть очень красивые пляжи там много возможностей для дайвинга вот и собственно я туда практически случайно попал вот и просто наблюдал атмосферу и когда я первый раз туда попал у меня было ощущение что я попал в такую в африканскую страну из международной панорамы как в детстве была такая передача в советском союзе международная панорама вот рассказывали что в африке там негри не доедают значит такие бетонные коробки с спиралью брауна по это самое поверху огороженные ну и так далее вот и такой флаг непонятных цветов обязательно с красным и обязательно с звездой вот это все есть в восточном тимуре и было ощущение что я попал в африку из прошлого но действительно произвело впечатление интересного восточный тимур думаю многие об этой стране даже не знали это через дорогу от австралии ну по сути тимур на бахасе на индонезийском это восток получается восточный восток или на бахасе тимур-тимур это все же да вот сикунете стороны интересноec Felix evet który меня десятки сотни истории heut radio volver И теперь вообще хорошую давай. Хорошую. Про пиво я тебе рассказывать не буду. Как это, здоровый образ жизни и всё такое. Была история, я тоже её иногда рассказываю своим друзьям, просто вот, на мой взгляд, она немножко философская. Это было в одной из первых путешествий, то есть, на первый, может быть, на второй год, когда я уже ездил. И я в это время был в Гоу, и, по сути, была зима, ну, зима в Москве, в Гоу, и, понятно, лето. Я на пляже в шезлонге с каким-то фруктовым шейком, я не знаю. Вот, и сижу, читаю с телефона твиттер, и друзья этот самый пишут, вот, давайте сегодня после работы соберёмся, попьём пиво. Вот, и я что-то так не захотелось оказаться там. Вот, то есть, я представил себе эту ситуацию, когда я, ну, выхожу с работы задолбанной после тяжёлого рабочего дня, иду по метро вот по этой гадкой жижи, которая, ну, как обычно бывает в больших городах, доезжаю на метро, выхожу из метро, дохожу до этого бара, снимаю верхнюю одежду, сажусь, заказываю первую кружку пива, отпиваю. Вот, я представляю этот кайф, который вот с первым глотком пива, и так мне туда захотелось, потому что я прекрасно понимаю, что любой из тех вот, кто будет пить пиво, он не задумываясь, поменялся бы со мной не ставить. Вот, ну, это, наверное, про то, что мы стремимся туда, ну, хорошо там, где нас нет, и вот, наверное, с того момента я начал оценить то, где я есть. Вот, и, ну, нахожусь, я всегда нахожусь там, где я есть, ну, то есть на том моменте, где я. Живу сегодняшним сейчас, моментом сейчас. Ну, да, вот, это немножко продвинуло меня, вот, эту историю. Здорово, Леш, а вот все-таки почему ты начал, в каком моменте ты начал путешествовать, что тебя сподвигло? Вот ты жил, жил в Москве, там, да, ходил в метро, пил пиво с друзьями по вечерам, ну, почему ты решил путешествовать, причем так много стран объездил? Знаешь, это была, ну, по сути, немножко случайность, немножко сознательность, то есть в какой-то момент я, когда, ну, причем в Москве я, как бы, ну, был нормальный, то есть я последнее место работы. В Москве я был нормальный. В Москве я был нормальный, да. Вот, то есть у меня была некая карьера, и последнее место работы, на котором я был, я работал техническим директором. Мы производили электронное оборудование биометрическое, там, учат рабочего времени, контроль доступа и так далее. Вот, и, ну, все было хорошо, и в какой-то момент, вот, наверное, один из тех, когда я ходил с друзьями, пил пиво и так далее, я понял, что что-то как-то жизнь проходит мимо. Вот. Сколько было лет в этот момент? Тридцать, наверное. Ну, собственно, да. И я понял, что что-то нужно менять, потому что, но в тот момент я еще подумал, что, как бы, вот, если меня ограничивает, ну, рабочий график, то, наверное, надо завести собственный бизнес. Он даст мне свободу. Активно. Ну, вот, мы сделали с друзьями туристическое агентство, даже, скорее, туристического оператора. Мы возили винные туры в Италию. Вот. То есть там дегустация, виноградники, экскурсии, все очень круто. Вот. Вот. Но случился 2008 год. Вот. Все схлопнулось. В бизнесе мы сделали все ошибки, которые только возможны. А как по-другому? Первый опыт бизнеса. Вот. Да. И, в общем, фирма немножко кончилась. Вот. Ну, точнее, как мы ее с друзьями, с которыми мы ее сделали, мы ее решили поставить пока на паузу. И, вот, параллельно с этим меня накрыл, как я его называю, кризис младшего среднего возраста. Вот. То есть кризис среднего возраста еще рано, да, но кризис младшего среднего возраста как-то так. Вот. И я подумал, что надо себя перегрузить. Вот. Я взял девушку, с которой я на тот момент встречался, и мы поехали в Иннюю. Причем, Индия выбралась по меркантильным причинам, то есть это была самая дешевая страна, по отзывам, где можно жить. Вот. Мы в тот момент жили долларов в 600 или 700 на двое. Вот. Но, как, есть такая мужская присказка, что друг познается в беде, а подруга на отдыхе. Вот. Где-то недели через две подруга сказала, вот, и с тех пор началось мое самостоятельное путешествие. Все ясно. Вот. Ну, вот. А по поводу, как раз когда ты спросил, сколько у меня на тот момент было лет, в какой-то момент я снимался в кино в Малайзии. Причем, это были большие съемки, мы жили там три месяца, и как бы я был в группе из тридцати европейцев, ну там не только европейцы были. Мы изображали солдата матросов 19 века, английских. Вот. Вот. И вот в этой группе из тридцати человек так получилось, что десять было русскоязычных. То есть там был беларус, был украинец, ну, как бы русскоязычные. Вот. И европейцы, они были там поляки, испанцы, немцы, французы, пара англичан. Ну, это такая разнородная публика. Вот. И я заметил в тот момент то, что все европейцы, они были возраста где-то 20, 22, 24. Угу. Все русскоязычные были за тридцатник. Угу. Вот. И я понял, что у них, как бы, ну, то есть разница в менталитете. Потому что у них, ну, если ты знаешь, есть такое понятие Гапье. Вот. Это год, когда они путешествуют после колледжа или института. Да, да, да. Вот. У нас такое не принято. У нас не принято. И мы там сразу после института, или во время института, или кто-то вместо института сразу ударяются в работу. Вот. И вот как раз годам к тридцати перегорают. Вот. И я просто во время путешествий, ну, мои наблюдения подтвердились. То есть там были исключения, да, но в основном, как бы, русский континент путешествующий старше, чем европейцы. Понятно. Интересный у тебя какой-то опыт в съемках фильма. На самом деле, странный опыт у меня было много. Я работал на винодельни в Италии, помнится. Ну, путешествовал там на мотоциклах по Шри-Ланке. В частности, это старый бизнес, который вы делали в Москве, вы принесли свои плоды. Ты работал на винодельни. В Италии. В Италии. Найти работу по душе в любом уголке мира. А подскажи-ка, пожалуйста, эти ресурсы для наших зрителей и читателей. На самом деле, я сейчас, где-то через неделю-две, делаю курс, который называется «Бесплатное путешествие». Он будет недорогой. Ну, на самом деле, там будет по стоимости, ну, как книжка, по сути. Там, не знаю, 300-500 рублей, где я расскажу про весь опыт, вот как можно ездить по миру бесплатно, то есть, как путешествовать куда-то бесплатно, как находить работу на месте бесплатно, ну, как работа на месте бесплатно туда. Ну, то есть, по сути, как поведать мир бесплатно. Это интересная будет книжка. Ну, это не книжка, это будет скорее аудиокурс, да, но очень дорого. Есть просто несколько опытов и моих друзей, когда… У меня есть товарищ Миша, вот, он с Бали до Москвы доехал, имея с собой 100 долларов и не имея никакого языка, кроме русского. То есть, ну… Называется умение контактировать с людьми, наверное, тоже. Знаешь, ну, такой не очень контактированный. На самом деле. Очень тогда интересно. А ты сам историю описываешь его? Я, да, могу. Я, на самом деле, хочу с ним еще интервью записать. Вот. И, наверное, это будет в моей книжке тоже. Будет интересно, с удовольствием. Вот. И есть такой путешественник, Валерий Памушанин. Вот. У него есть книжка, кстати, отдельная, которая называется «Вокруг мира за 300 долларов». И он, собственно, ну, совершил кругосоветное путешествие, выехав из Москвы с 300-ми долларами и вернувшись в Москву с 20-ю долларами. То есть, по сути, объездил весь мир за 280 долларов. Вот. Так что, в общем, это возможно. Вернемся к вопросам бизнеса. Да. А вот как же ты сейчас зарабатываешь в путешествиях по миру? У меня есть несколько проектов, которые я веду в интернете, ну, сайта, блога. Один из них – это офисслеслайф.ру. Вот. Это про, ну, как я стою это название, про свободный стиль жизни, про жизнь за пределами офиса пособия. Угу. Вот. И еще пара проектов, которые мы сейчас готовим и которые стартануть чуть-чуть позже. Вот один из них – это вот как раз курс про бесплатное путешествие. Хорошо. То есть, это источники заработка через интернет? Супер, здорово. Ты, наверное, продаешь какие-то инфопродукты, вот как мы уже говорили, курсы, да, и на этом тоже зарабатываешь. Как монетизируешь эти проекты? Ну, собственно, это в том числе и партнерские программы, да. Вот. Я знаю, что еще ты был продюсером даже, да? Да. Других авторов. Да. Был такой опыт. Причем это было совершенно не в моей нише. Вот. Ну, то есть, это была такая очень интересная тема. Как ты относишься к Таро? Ой, я знаю, что сейчас набирает оборот эта тема. У меня приятели есть, которые занимаются второй, здесь на самой… Ну, я никак не отношусь, честно говоря. Понятно. Ну, вот, собственно, я продюсировал тренера. Ну, по сути, мы с ней знакомы очень давно. Вот. Именно в дружеском отношении. Вот. А когда я пришел в инфобизнес, вот, я говорю, а давай мы будем тебя продавать еще. Угу. Вот. Он говорит, а давай. Вот. И, по сути, мы сделали запуск и заработали денег на теме Таро. Ух ты. А может с этого момента подробнее? Как вы заработали на продаже ее курсов, да? Получается. Как продвигали, с помощью каких техник? Ну, тут, на самом деле, есть… Ну, как это в теории, или как было на практике? Как было на практике? Вот. На практике, на самом деле, было достаточно, ну, стандартно. То есть, есть уже готовый курс. Вот. Готовим пакеты. То есть, там, пакет подешевле, средний, дорогой там. Дорогой, обычно, с консультациями, ну, и с индивидуальной поддержкой. Угу. И дальше мы продвигаем… Ну, мы, на самом деле, у нас получилось, там, два или три метра метода продвижения. То есть, это через ВКонтакте, через Facebook немножко и, по-моему, контекстная реклама. Угу. Мы, причем, народ набирали на бесплатную вебинаре, а уже на бесплатную вебинаре закрывали на платную продажу. Угу. Вот. Вот. И, собственно, по такой схеме, ну, мы делали продажу. Ну, по сути, это называется двухшаговая продажа. Угу. Схема работающая. Да, схема работающая. В принципе, и скоро она работающая. Люди очень любят на бесплатные семинары, вебинары собираться. Да. Угу. Угу. Здорово, Леша. Угу. Спасибо тебе огромное за интервью. Поделился секретами, раскрыл вам некоторые фишки. Спасибо, что спросили. Скоро будем с удовольствием слушать твой аудиокурс. Ну, да. Хорошо. Договорились. Ну, все. Тогда счастливо. Спасибо большое. До встречи. До встречи.